Продолжение следует... В этом удачные астрологи предлагают обратить внимание на морковку и капусту. Здравствуйте, с вами Александра Вениченко и программа «Сады и огороды Приморья». В этом выпуске помечтаем о том, что принесет нам следующий год, символом которого по восточному календарю будет черный водяной кролик. Традиционно считается, что этот длинноухий грызун отличается дружелюбным нравом и хорошим аппетитом. Он всегда энергичен и слегка насторожен, поэтому его трудно застать врасплох. Это и понятно, ведь в природе кролику, чтобы выжить, нужно всегда находиться в отличной форме. Думаю, все перечисленные качества нам тоже пригодятся в наступающем году. А сейчас давайте отправимся с вами в «Садгород», где в контактном зоопарке живет больше сотни длинноухих любимцев публики. Вот у нас тут четыре варьера с кроликами. Тут они постоянно живут. К кроликам народу ходит не меньше, чем к тиграм. Захожу в варьер, кормлю их. Вот у меня есть любимцы. Вот у меня милочка, девочка. Чего ты волнуюсь? Ну вот нравится она мне и все. Вот прям такая милая, такая вот прям вообще пушистенькая. Когда ее принесли, она была такая вся забитая вся. А сейчас вот смеленькая, да? Красивая, красавица. Поначалу она как бы и не дралась. Она просто вот присядет вот так и сидит в уголку. К ней зайчики подходят ее, бывает это самое, потаскают за ушки. Да, скажи. А сейчас все, вот сейчас она привыкла, сейчас она нормально с ними общается. Ну можно сказать, что они у меня все любимые. Я их всех люблю, всех обожаю. Кролики всех мастей живут вместе в одном вольере. А потому на свет неизбежно появляется потомство. Определить, что крольчиха скоро принесет крольчат, довольно просто. Она начинает активно строить гнездо. Когда хожу кормлю, смотрю, сено таскает. Значит, мы ее убираем. Либо у нас там есть специальные клетки, мы их убираем. Зимой убираем в террариум. Крольчиха, значит, приносит по-разному. Бывает по 12, бывает по 8, бывает по 5, когда как. Крольчихи заботливые мамаши, да. Но не все. Бывает, что агрессивные, бывает, достается тоже деткам. Крольчихи настолько заботливые мамы, что подготавливая гнездо, они могут выщипать у себя столько пуха, что местами остаются голыми. Она себя кидает в пух. Даже если мы прозеваем, например, она принесет. Я вот ищу, например, эту крольчиху, которая кролилась. Видно, у нее, значит, вот так вот она все общипывает. У нее, получается, нету здесь это. Потом отрастает. Она готовит обе гнездо и пух туда, она все наложит, чтобы укрыть малышей. Казалось бы, кролик – самое миролюбивое животное. Но, оказывается, в вольере отношения складываются непросто. Особенно достается новичкам. Бывает, что как они кусают друг друга, гоняют друг друга. Вот они побегали, поносились, а бывает, что там ухо где-то это поранились. Потом они начинают уже мирно жить. А вот своего кипера Надежду длинноухая братья узнает без ошибок. Да, я захожу, они меня очень хорошо встречают. Они понимают, что это я пришел. Они, видать, уже либо запах, либо что, они уже… Они меня не боятся. Я захожу, они ко мне сразу захожу, они вот меня вот так вот облепят. Я иного схожу, даже вот так вот не могу пройти, чтобы на них не наступить. Кроличье семейство нередко пополняется и за счет дарителей. Кто не справился с уходом и содержанием кролика в домашних условиях, везут своих любимцев в зоопарк. Вот люди приносят, вот вчера это оникс, вчера он к нам, да, позавчера он к нам попал, принесли его. Вот, ну вот живет, все с ним нормально, все хорошо. Вот такой милый, пушистый. Да, оникс? Миленький, пушистенький, скажи я, да? Оникса пока поселили в террариуме. Там зимой тепло, и именно туда приходят те, кто хотел бы пообщаться с животными поближе. Погладить, а может даже взять на руки. Кстати, те, кто думает, что кролика можно брать за уши, сильно ошибаются. Правильно в руки вот так вот берешь его и все. А вообще-то держать надо вот так вот его, вот так надо, вот так. Чтобы он не поцарапал ничего. Вот так вот держишь правильно. Если как-то по-другому берешь, он начинает царапаться. За уши нельзя брать. Потом у них проблема начинается с ушами. Нельзя их. За уши ни в коем случае кролик не берется. Берется кролик вот так вот. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». А я напоминаю, в декабре вышел шестой номер журнала. И сейчас самое время оформить подписку на 2023 год. Сделать это можно в любом почтовом отделении, а последний номер можно приобрести в киосках прессы и садовых магазинах. Под Новый год мы торопимся завершить множество разных дел. Подвести итоги, перебрать ненужные бумаги и вещи, чтобы освободить пространство и впустить в свою жизнь что-то новое. Планы, мечты, события. А еще Новый год – повод накрыть стол нашими самыми любимыми блюдами и собрать самых близких людей. Кстати, кто-то ставит на новогодний стол традиционные блюда, а кто-то опускается в эксперименты и готовит что-то необычное. Именно такие необычные блюда наши друзья-садоводы принесли к нам в студию, где и состоялся разговор о том, каким прошедший год был для дачников. Если мы в конце года будем подводить наши дачные итоги, хвалитесь, у кого что было замечательного? Ну вот урожай в этом году тоже первый – абрикосов. Абрикосов было столько, что уже можно было сварить даже варенье. То есть все попробовали, всем понравилось, и излишки уже пошли на варенье. То есть это вот, можно сказать, результат этого года. Да. Замечательно. Так, Лена, ну я знаю, что у вас в этом году было просто какое-то буйство кишмыша. Это было так красиво. Это было красиво. Это было вкусно очень. Это было много. И когда мы наелись свежего, мы наварили компотов, мы натерли, и вот уже у него еще много осталось, я решила сварить соус. Ну это не совсем соус, не совсем варенье. Это блендером пробитый кишмыш. Там перец сладкий, перец острый. И это именно тот случай, когда его и в мир, и в пир, и в добрые люди. То есть можно поставить на стол хоть к сладкому, хоть к мяску. Виктория, какие у вас были дачные достижения? Хвастайтесь. Хвастаюсь. У меня в этом году впервые я увидела, как цветут абрикосы, персики, простите, и как они дают плоды. У меня было всего пять штучек, но они такие были обалденные. Небольшие, но такие прям вот, а такое ощущение счастья, что это ты посадил косточку, с этой косточки выросло дерево, и оно вот дало плоды. Это просто вот невероятно. Лена, рассказывайте, что это такое? Ну, это плод, так сказать, дачного всего. То есть это микс, который мы готовим каждый год, в зависимости от того, что у нас вырастет в огороде в большом количестве, как-то надо утилизировать в смысле готовить. И вот, например, у нас самое любимое блюдо – жаркое. Жаркое каждый год мы делаем по-разному, ингредиенты все на глазок. Так, ну давайте, что здесь? В данном случае, вот я рассказываю, в данном случае – это кабачки, баклажаны, перец сладкий, морковь, острый перец, помидоры. Все это обжариваем кусочками на сковороде, а в этом году я все делала во фритернице. Жира мало берет, а сами овощи, они такие хрустящие получаются, очень вкусные. Потом все это складываешь в отдельную, ну, все вместе в одну емкость, добавляешь соль, сахар по вкусу, все это закипятить, добавить приправы. Я люблю сухие приправы, свои же, только сухие. Тогда, ну, по-максимальному никогда не взрываются банки. То есть это залог того, что банка точно не взорвется. И в горячие стерильные банки закатали все это дело, и зимой открыла, и это уже готовое блюдо. Как обычно, у нас, конечно, есть помидоры, есть икра, кабачковая, баклажановая, заморская и всякая разная другая. Вот. Но еще мне хотелось бы поговорить о том, что у нас здесь вот какое-то совершенно чудесное блюдо. А это варенье из послена. Послен садовый называется самбери. У него, в принципе, свойства, как у женьшеня. То есть это не дикий послен? Нет, это мы выращиваем, да. Делаем стратификацию семян, выращиваем рассаду, садим там. Целыми грядками он растет. Очень поздно, когда уже морозец прибил ягодку, она такая становится мутненькая, вот их собирают. Она какого цвета в это время? Она, ну, она такого черничного, темного-черного, такого цвета. Она крупная? Ну и, да, она вот прям с горошину, с хорошую горошину, крупная ягода. Ну вот, то есть, если мы засадили грядку вот таким посленом, то мы какого выхода ждем? Что там, баночка, ведро, кружечка, что у нас получается? Вот ради чего мы так стараемся, что целую грядку отдаем, под которых у нас, кстати, же немного этих грядок, мы их экономим всегда. Вы знаете, на одном кусту очень много ягод растет. Прямо она облепленная. И вот эта вот грядка, грядочка даже можно, ну, там достаточно большое количество, хватает на всех. И самим покушать, и угостить. То есть, после он нужно есть просто как ягоду? Можно есть и как ягоду. А в нем находится вообще все. Антиоксидант, он там и селены, и витамин А, В, С. То есть, там настолько много всего. То есть, это вот не просто. Это не просто. Заморочились выращиванием посленок. Нет, это вот, да. Это такая экзотика. Это экзотика, и это очень вкусно. Причем, когда варите, есть особенность, заливайте горячей водой, чтобы вот травяной вот этот привкус ушел. А потом уже варите, как варенье. Так, Раиса, что сегодня будем пробовать? Я знаю, что у вас какая-то сливовая тема в последнее время. Да, это блюдо называется маринованная слива по-французски. Делаем такую кашицу. Разрезаем сливу, убираем косточку, и вот этой начинкой начиняем, значит, эту сливу. Но у нас получается как бы половиночки сливы, да? Да, да, половиночки. Эти половиночки начиняем. И укладываем. И укладываем на дно баночки, укладываем укроп. Две столовых ложки соли, две столовых ложки сахара. Засыпаем сверху, заливаем кипящей водой. Ну, не совсем кипяток, градусов 90. Поблички залили, поставили в эту самую кастрюльку и стерилизуем. А когда готово? Когда готово? Можно пробовать уже через месяц, но если постоит подольше, то будет вкуснее. У нас еще есть вот такой замечательный компот, яблочный и ягодный. И вот, наверное, настало время сказать тут дачный тост. Хочу пожелать всем дачникам и людям мирного неба над головой. Это самое главное. И чтобы у нас был год очень изобильный, богатый на урожаи и добрый на добрые события. С Новым годом! А также Приморский центр лазерной коррекции зрения в тальмохирургии и центр флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. Современное оборудование. Клиника экспертного уровня. Центр флебологии. Лазер вместо скальпеля. Напоминаю, вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Кстати, за год вышло шесть номеров журнала. В этом году журналу «Сады и огороды Приморья» исполнилось 15 лет. Августовский номер стал юбилейным сотым номером. А телевыпусков в этом году было 12. Их можно смотреть на сайте sadprim.ru. Там же можно найти архивные свежие номера журналов. Зайти на сайт можно по QR-коду на обложке. А сейчас поговорим о праздничном настроении. Что делать, если праздник на пороге, а настроение совсем не новогоднее? Не ждите, когда оно придет. Создавайте настроение своими руками. Включайтесь в процесс подготовки к празднику. Кому-то помогают походы по магазинам и поиски подарков. Но есть еще более надежный способ. Начните что-то ваять и мастерить. Это может быть новогодний декор для дома, елочные игрушки, новогодние букеты, декор для свеч и фужеров, салфетки, снежинки, декоративные елки и даже олени. Если вы вдруг решили встретить Новый год за городом, но у вас нет елки, или просто вы хотите украсить свой Новый год, вы можете пойти в дровник, взять там несколько подходящих полешек и сделать из них вот такого замечательного оленя. Оленя убираем. Вот, убираем. Убираем. Чтобы у нас получился вот такой симпатичный козлик, нам нужно взять полешка на туловище, на голову. Ну, четыре полешки у нас будут изображать ноги, хвостик, ну или этот хвостик. Берем шуруповерт и приступаем к работе. Замечательно. Вот, получилась вот такая вот заготовка. Вот. Сейчас мы начнем устанавливать его на ноги. Хвостик ему поставим потом. Берем заднюю ногу. Используем только природный материал, ну, кроме шурупов, конечно. Все получится замечательно. Потому что все делается в виде импровизации. Половина оленя уже почти готова. Так, вторая пара ног. Вот. Вот такой вот животный. Сейчас главное не промазать. Вот так вот немножечко. Для чего мы все это делаем? Для настроения новогоднего. Новый год. Вот. Ну что? Ставим оленя на ноги? Как тут и был. Но олень без хвоста это не олень. Сейчас мы ему приделаем хвостик. О, вот такой. Не так давно к нам в гости приходила знакомая собака. И она вот... Так ей этот олень понравился, что она хотела ему откусить хвост. Мы вовремя заметили и помешали этому. Ну что? Монтируем хвост. Вот. Олень готов. Но на самом деле он еще не готов. Потому что он без рогов. Самое главное у оленя это рога. Вот это вот, пожалуй, самое лучшее, что можно из этого выбрать. Замечательные рога. Ветвистые. Вот. Замечательный олень. Ну что? Уши мы сделаем из вот таких вот чурочек, которые остались от ножек. Ну вот. Теперь он все видит и все слышит. Последний штрих в нашем деле это сделать так, чтобы этот олень светился от счастья. для этого мы его наряжаем гирляндой. Осталось последнее полметра гирлянды и олень будет готов праздновать Новый год. Ну вот. Буквально оленья стадо. Оленья стадо готова к встрече Нового года. Поэтому с Новым годом! А сейчас мы попробуем поставить их под елку. На этом наша программа подошла к концу. Желаем вам, чтобы в Новом году у вас сбывались все мечты и планы. А главное, чтобы год кролика принес вам здоровье, достаток, оптимизм и победу в битве за большой урожай 2023 года. И не забудьте, в следующий раз встречаемся в феврале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова